Масик, ты меня помнишь? Масик, Масик. Привет, друзья. Сегодня я взяла капучино. Не стала я уже тренироваться с латте. Вы знаете, по-моему, капучино у них как-то более интереснее получается. И сегодня хочу ещё вот такой попробовать кексик. А вообще я пришла в магазин Ранч. Здесь я покупаю всегда зеркала и всякие украшения. И, в общем, всё, что мне нужно для моего дома. Вот сейчас, смотрите, я купила вот такие вот жалюзи. Жалюзи на свою кухню. Хочу обновить. Вот. Четыре штучки на мои окна. Что ещё я здесь хотела купить? Я хотела купить здесь зеркала ещё. Смотрела красивые часы над камином. В общем, друзья, я сейчас хочу посидеть, отдохнуть, попить кофе. Я вот так же ищу здесь, продолжаю красивую люстру для своей кухни. Вот мне нравится вот эта вот люстра. Вот посрединке с шариками. Видите, смотрится очень красиво. Это опять LED без всяких лампочек. На пять лет у неё гарантия. Но стоит дороговато, конечно, 79 фунтов. Хотя смотрится красиво. Вот. Может быть, даже в большую комнату её купить. Хочу показать вам вот эту неописуемую красоту. Я посадила лилии на своей грядочке. И посмотрите, как они красиво расцвели. Просто шикарно. Такие крупные, огромные. Они мне украсили эту мою несчастную клумбу. Вот здесь у меня немножко тоже герань я пересадила. Здесь же также суккуленты у меня. И вы знаете, что ещё меня, наверное, скоро порадует. Это вот я посадила недавно в этом году. Маленький-маленький кустик роз. И вот уже одна роза. Она что-то долго так... Но, наверное, скоро расцветёт. Долго готовится. Покажу, когда это уже будет в цвету. А сейчас вот эти красавицы лилии великолепно смотрятся. Бывает, вот так устраиваются люди у нас в автобусе. Потому что здесь есть и зарядка, и вай-фай. Я уже не первую вижу вот такую семью. Четверо детей. Посмотрите. Нет, двое в коляске. Третья старшая везёт. И четвёртая с мамой за ручку. Четверо детей. Только что впереди прошла пара. Муж с женой четверо детей. Мало-мало, меньше. Вот вы знаете, всё больше и больше я вижу. Трое-четверо детей чаще всего. Соседи мои снизу. Помните, я рассказывала, приехали из Лондона. Так вот, они всё чаще и чаще стали приезжать на остров. А теперь, вот как мне сказал хозяин, его зовут Брюс. Они решили обосноваться здесь полностью, переехать из Лондона. Им здесь нравится больше. Вот видите, кусты посадили тоже там вдоль своего газончика. И они нанимают семью польскую. Вот эта девочка там и вот её муж. Они им стригут газоны. Похоже, что люди не нуждаются особенно. Я имею в виду хозяев, которые купили квартиру. Они не хотят заморачиваться ничем. Даже стрижкой газонов. Вот здесь тоже, видите, вдоль стены они кусты посадили. В общем, как я вижу, они тут очень серьёзные решили сделать преобразование. И даже кусты-то кусты, но кусты внизу. А здесь у нас есть ещё вот такое вот огромное дерево. Вот оно сейчас у нас слева. Покажу поближе. Видите, оно даже моё окно полностью закрыло. И даже иногда стучит, когда ветер сильный. Так вот, хотят они его спилить. Не знаю, я, конечно, противник пилить деревьев. Но это дерево, может быть, и действительно можно было бы убрать. Так вот, хочу вернуться. Вот машина стоит, видите, куча мусора. Когда я спросила у Брюса, что там такое, почему, что вы убираете, он говорит, да вы не представляете, когда мы ехали, купили эту квартиру, какая там была грязь. Говорит, что уже вторую полную, полную вот эту машину мусора они вывозят. И там ещё столько же осталось. А жила там, я вам напомню, одинокая женщина с двумя собаками и с котом. Вот после неё, значит, целая гора мусора осталось. Так мало того, они когда приезжают, он говорит, мы сразу начинаем пользоваться всякими вот такими вот средствами, прыскалками, знаете, от тараканов, от мух, от всех насекомых, существующих в доме, потому что говорит, что невозможно, их там много развелось. И я, знаете, сразу поняла, вот в чём дело. А я понять не могу, у меня ни мух, ни муравьёв как-то не было. А потом, помните, я вам показала, когда у меня толпа мух появилась, потом муравьи полезли. А это, оказывается, когда приезжает Брюс со своей семьёй, они начинают травить всех этих насекомых. И насекомые с ужасом все перебегают, переползают и перелетают в мою квартиру. Так что Ларчик просто открывался. Ну, а у нас на острове Уайтс плюс 32 градуса жары было всю прошлую неделю. И я пропадала на море. Вода вообще горячая, вы знаете. Поэтому извините за моё такое долгое отсутствие. Я боялась, что я пропущу вот этот короткий отрезок времени, когда очень тепло. Здесь бывает редко, конечно. 32 это уже перебор. Но всё-таки было здорово. А сейчас всё вернулось на круги своя. Сегодня у нас плюс 20. Сегодня у нас суббота, 24 июля. И я вспомнила, что точно так же, когда я жила в Архангельске, у нас лето было буквально неделю. И вот сейчас я посмотрела в Архангельске плюс 10, друзья. И было всё время 10-12. Вот такая погода странная там. И вот, вы знаете, вспомнила я Архангельск в связи с этой погодой, как обычно, там непонятной, холодной. И вспомнила ещё одну историю, как раз связанную с городом Архангельск. Когда я там работала в отеле, очень красивом, пожалуй, самым лучшим в городе Архангельске. Называется вот этот красавчик Пур-Наволок-отель. Состоит из двух корпусов, старого и нового. Старый здесь чуть-чуть виден, вот сейчас справа. А это новый красавец, который был долгостроем долгое время. Построили его москвичи. И москвичи же и приехали, как это было тогда очень популярно. И везде сплошь и рядом, что москвичи приезжали, перекупали и рулили. А я работала экономистом. Вот она я здесь в то время как раз. Это мы собираем подарки на Новый год. Я ещё курировала рекламную там компанию. Вот это, кстати, одна из моих фотографий, где хорошо виден и старый новый корпус. И также набережная греки Северная Двина. Мне очень нравилось работать в этом отеле. Вы знаете, очень хороший был у нас там коллектив. Это конец 90-х и начало 2000-х годов, когда я там работала. Это отель, 4 звезды. Кстати, всё это как раз происходило на моих глазах. Потому что, когда только-только построился отель и набирали персонал, вот я и попала как раз в самое начало обустройства. Ну, классно было, конечно, замечательно. К нам приезжали очень много популярных людей, артистов, политических каких-то деятелей. К тому же иностранцев тоже я вам об этом рассказывала. Одно из моих видео, пожалуйста, в правом верхнем углу, кто желает посмотреть. Так вот, я хочу рассказать. В связи, знаете, с вот как раз вот этой историей недавней, когда я вам показывала свой парик. И тут так совпало, что я вдруг вспомнила, что у меня этот парик такой на шлёпочкой. И я подумала почему-то про Иосифа Кобзона. Помните же, да, что он тоже носил такой парик на шлёпочку. И я вспомнила, и хочу вам рассказать, как мы однажды смешно и нелепо встретились с Иосифом Кобзоном. И это было как раз в Пурнавалакотеле. И это было где-то, как я говорю, уже в начале 2000-х годов. Точно не помню, какой год. Но вот приехал с гастролями Иосиф Кобзон. И он, конечно же, поселился в нашем шикарном отеле Пурнавалак. И там у нас был специально для таких дорогих гостей фуршет организован. Вот я вам показала тоже одну из своих фотографий, как это всё выглядело. Ну, а мы, конечно же, обслуживающий персонал, мы все располагались в старом корпусе. Старый корпус, он был такой не очень престижный, скажем так. Гости там у нас обычно были просто самые-самые обычные заурядные посетители. А все VIP-персоны располагались в новом корпусе. Ну, и как-то мы никогда не сталкивались, даже когда мы узнавали, что кто-то приехал знаменитый. Кстати, у нас и Борис Ельцин тоже был, останавливался в нашем отеле в городе Архангельске. Расскажу, если желаете, эту историю. А вот как мы встретились с Кобзоном, это было очень смешно. Потому что как раз в обед нас угораздило. Мы поехали, как обычно, вниз в свой ресторанчик маленький в старом корпусе пообедать. Мы быстренько пообедали, но что-то как-то нам не очень там всё понравилось. Мы решили ещё и кашки взять. Вот никогда, вы знаете, такого не было, чтобы мы что-то такое на вынос с собой брали из ресторана. Во-первых, это запрещалось, ну и как-то вообще, зачем таскать с собой тарелки. А тут вот нас угораздило, как говорится, чёрт попутал. И мы купили, вы не поверите, манную кашу. И мы с моей подругой вдвоём, с тарелками в руках, мы этой манной каши стоим, ждём лифт. Подъезжает лифт, открываются двери. И лифт, вы знаете, такой, но он не на четырёх человек, но, по-моему, на шесть человек обычный такой, не очень большой лифт. Мы заходим в этот лифт, и вы не представляете, там стоит Иосиф Кобзон с нашим мужчиной замдиректора. И такая немая сцена. Нам как бы уже выскакивать из лифта, ну, будет вообще нелепо. И мы с этими тарелками манной каши перед собой. Там ещё, знаете, маслица такое сверху, кусочек. Это каша жидкая. Ой, друзья, мы онемели, и они тоже так немножко подрастерялись. Я смотрю, что Кобзон как-то, он абсолютно спокойный. Вы знаете, вот я тогда его увидела так близко в первый раз в жизни. Во-первых, расскажу вам свои впечатления. Такой довольно подтянутый, среднего роста, где-то 175, наверное, вот так, средней комплекции. Но бросилось в глаза, конечно же, сразу, что он был очень сильно напудрен тональным кремом, таким, знаете, отзагарным таким. И у него были нарисованы очень сильно брови. Вот это меня поразило, потому что, ну, я знала, что парик, парик, конечно же, был виден. Но вот то, что карандашом нарисованы чёрные брови на этом напудренном лице, даже, по-моему, были губы подкрашены. Но вы знаете, вот несмотря на то, что это бросилось в глаза, и меня потрясло, потому что это близко очень было всё-таки, понимаете. Но вот оно как-то не казалось на нём как-то вульгарно или, знаете, по-клоунски. Нет, вполне себе даже. Ну, вот он такой Кобзон, как мы его привыкли видеть. Вот он такой как раз и был. И ещё удивляло, вот он держался, вы знаете, с каким-то таким достоинством. И в то же время с какой-то такой простотой, потому что вот он на эту кашу отреагировал самый первый. Мы так все растерялись, в том числе и наш этот замдиректора, который нас прекрасно, конечно же, знал. Он крутил, таращил глаза на нас ужасные, что мы вот так вот, как говорится, подвели его и себя. А Кобзон спокойно спросил, ну и как вам каша? Вкусная? И мы с моей подругой, во-первых, как две дуры, проглотили просто язык, начали что-то говорить, что да, вы знаете, извините, но вот так получилось. Мы случайно, мы тут идём из столовой, нас попросили, что-то такое стали блеять. Он говорит, да ничего страшного, я понимаю, у каждого своя жизнь. Что-то такое он вполне такое спокойное сказал. И вы знаете, вот мы не нашлись абсолютно, при том, что если бы, может быть, руки были свободные, то попросить бы автограф, как-то что-то такое сказать, вы знаете. Просто понимаете, было ясно, что с тарелками манной каши в руках рассказывать о том, как нам нравятся ваши песни, и какой вы замечательный, а не дали бы вы нам автограф. Ну, как-то было просто смешно. Какая-то была вот эта такая сцена нелепая. И я до сих пор вспоминаю и думаю, ну как же так? Первый раз вот мне так повезло, что я столкнулась вблизи с таким кумиром. В общем-то, знаете, временной такой кумир поколений. Мама его моя обожала, я помню. Так вот, и я с этой манной кашей. Ну, вы знаете, тем не менее, получилось так, что мы решили, мы когда вышли из лифта, конечно, стали тут, во-первых, и смешно. И думаем, ну нам теперь попадет вообще по 5 число, что нам вообще не разрешается что-то из столовой выносить. А тут мы еще и опозорились вот с таким высоким гостем. Но оказалось, наверное, что сам Иосиф Кобзон, может быть, предупредил нашего замдиректора, чтобы нам ничего не сказали об этой ситуации. Но нам никто никогда ничего не припомнил об этом. Вот это тоже было интересно. Ну и потом, когда я стала обдумывать, что вот он, почему он так сильно накрашен, и здесь что-то такое, мужчина все-таки. Ну, вы знаете, наверное, просто он уже был загримирован для сцены, я так поняла. Потому что у него тут должен был быть большой концерт. И они как раз и выезжали вот на этот концерт, выходили из лифта. То есть, наверное, вдалеке-то этого и не видно. Но вот, тем не менее, эта история, она запомнилась мне, вот видите, очень-очень надолго. Иосиф Кобзон и наша манная каша в лифте. Я делюсь этой историей теперь и с вами, друзья. И, наверное, самое бы время нам прощаться. Но у меня для вас сюрприз, мои животные. Как твои дела, Асикосик? Опять он здесь бродит, ходит. Не надо, не прыгай туда. Посиди со мной. Посиди со мной немножко, Мася. Ну, посмотри на меня. Покажись. Мася. Ну, покажись моим зрителям. Мася. Мася. Покажись моим зрителям. Ты ж такой хороший, Мася. Ах ты, Мася чудный. Ну, замечательный кот. Чудный. Смотрите, какой у него хвостяра. Смотрите, какой он чудесный. Да? Сейчас убежит. Не хочет он со мной. Разговаривать со мной не хочет. Ну, куда ты? 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 Масик. Кого ты здесь вышел ловить опять? А, злишься что-то ты. Что-то ты злишься у меня, Мася-сёся? Нет, он сегодня не настроен. Он сегодня не настроен сниматься. Он хочет от меня уйти. А? Да, кот? Ну, уйти так уйти, ладно. Я на другом пруду. Посмотрите, пара у нас лебедей. И три малюсеньких у них утеночка. Какие интересные. Забрасывают ноги на спину себе. Можно подумать, что он поражен чем-то, что он калека. Нет, это они так греют лапки свои. Наверное, вода холодная. Вы знаете вообще, вот подплыли они ко мне и ждут покушать. А ещё что хочу сказать, что там, в том нашем чудесном пруду, почему-то уже нет лебедей. Они все разлетелись в разные пруды. Много вижу пар в каком-нибудь другом маленьком пруду, в какой-нибудь луже. Почему такое, не знаю. Ну, вот у этих. Какие хорошенькие, с чёрными клювиками. Вот эти вот гадкие утятки. И опять же интересно то, что на всём пруду, он здесь огромный, посмотрите, всего лишь только пара лебедей. Уток очень много, а лебедей всего лишь пара. И точно так же я видела в остальных небольших прудах. Почему-то уже не селятся вот такой огромной стаей, а селятся только парами. Непонятно мне, что произошло. Просто делюсь с вами. Наблюдаю, как обычно. Непонятно.